В принципе, вот оно стандарт, который пойдет и в инкубатор, и на продажу. То есть вот такое уже это никуда. Семья Коловых держит домашнее хозяйство. С Николаем мы вас уже знакомили. Мужчина благодаря соцконтракту занимается пчеловодством. Теперь увлечение появилось и у жены Николая, Татьяны. Это у нас самые взрослые несушки, наши старенькие. Ну, скоро они пойдут на забой. Татьяна решила разводить техасских перепелок. И уже в феврале этого года она получила 200 тысяч от государства на закупку всего необходимого. Самое главное наше приобретение – это инкубатор, который мы сами, конечно, не смогли бы приобрести за такие деньги. Соцконтракт помог приобрести и многое другое – расходники, 200 несушек. Провели необходимые коммуникации, плюс к этому взяли 200 птенцов. Еще сараи, то есть поголовье, расширение поголовья. Выходить куда-то дальше, за пределы района. А это Александр Яковлев. Тоже живет в Донском и всю жизнь занимается музыкой. Два года назад из гаража Александр сделал целую студию, где собираются все желающие. Работает с детьми и взрослыми. Это просто невероятно. Всего за короткое время ребята научились не просто держать гитару в руках, но исполнять знаменитые хиты на высшем уровне. Благодаря соцконтракту мужчина получил 330 тысяч рублей на закупку техники. Мы купили много оборудования нового, инструменты купили, мы купили барабаны. Самое, чего нам не хватало, с чего я и начал этот соцконтракт заключать. Потому что нам необходим барабаны. Ну, такие цены одному не потянуть. Также приобрели микрофоны, колонки, дополнительный пульт и гитары. Мне помогли, в общем-то, соцзащита. Я скажу большое им спасибо. То, что им помогли. Главное, что не отказали. Зато у меня ребята все на седьмом небе от радости. Когда барабаны увидели, да, Катя? Можно я просто посижу? Можно. Мечта сбылась и ученицы Александра, которая научилась играть на барабанах. Барабаны – это ведущая роль во всех песнях. Они подсказывают, где такт и все остальное. В Труновском округе с начала года заключили 27 соцконтрактов. Открыть свое дело можно благодаря поддержке государства. Для этого ваш доход не должен превышать прожиточный минимум. За господдержкой можно обратиться в местные органы соцзащиты или в МФЦ. А порадовались за жителей Анаид Даниилян и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение.